Печка движется и не движется. Он был автор многих произведений для Духового оркестра, организатором международных военно-музыкальных фестивалей. Объехал со своим коллективом всю Европу и большую часть Азии. Советский и российский дирижер, композитор, художественный руководитель академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов погиб в 2016 году вместе с коллективом, когда ансамбль летел выступать в Сирию. Он мне очень понравился. Человек спокойный, уравновешенный, с внимательным взглядом. Он слушает, он умеет слушать. И это чувствуется в том, как он служил как военный, работал как дирижер. Все ощущается. Вы даже не представляете, какие планы я выстраивал. Я ему говорю, Валерий Михайлович, нам так нужна ваша поддержка. Даже просто его звонок, или я могу сослаться на его авторитет, мне помогало морально. Это был человек очень высокий профессионал, человек, который много добился и который мог научить, который мог передать именно нам, курсантам, и человек очень высокой марки. Третий международный музыкальный фестиваль также приурочили и к 140-летнему юбилею советского композитора и дирижера Василия Агапкина. Он прославился как автор музыки легендарного марша «Прощание славянки». Дирижировал военным оркестром во время парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Участвовал в параде Победы в 1945 году. Фестиваль проходит раз в два года. В нем принимают участие свыше 80 духовых и симфонических оркестров со всей страны. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.